Жители этого квартала, пожалуй, как никто иной, заинтересованы в предстоящем рейтинговом голосовании по программе «Комфортная городская среда». Склон возле метро по улице Осипенко включен в список общественных территорий, из числа которых 18 марта горожане выберут приоритетные. В том, что именно этот участок будет обустроен, никто не сомневается. Жители очень инициативные, намерены прийти на голосование в полном составе. Сегодня уже достаточно оперативно, мы уже обсудили, то есть нас услышали и те предложения, которые мы высказывали, до этого они уже учтены в проекте. Приняли решение достроить спортивную игровую площадку, то есть спортивная часть уже практически готова, она будет весной уже завершена по покрытию и остается сделать детскую часть и два поля для бадминтона, ну и соответственно сопутствующее благоустройство рядом. Во время обсуждения проекта на общественных слушаниях жители вносили свои предложения, но опасались, что их мнение проигнорируют. Заместитель председателя ТСЖ Осипенко-18 Алексей Сорокин один из тех, кто высказывал больше всего беспокойств. И вот сомнений больше нет. Во время рабочей встречи в администрации Октябрьского района заверили, что все замечания жителей учтены. И вот на сегодняшний момент, когда выполнен новый дизайн-проект, когда учтены всех пожелания, мы пригласили Алексея, инициативную группу жителей Осипенко-18, для того, чтобы еще раз их проинформировать, что их замечания учтены, нам важно, чтобы жители получили то пространство, которое они хотели бы получить. Глава Октябрьского района пригласил такую инициативную группу. Все подробно еще раз проговорили, для того, чтобы не было двойного понимания ситуации, и чтобы дизайн-проект содержал все те требования, которые жители к нему предъявляют. Сегодня в городе создан наиболее результативный механизм сотрудничества власти и народу. Управляющими микрорайонами располагают все информации, в том числе и по программе формирования комфортной городской среды. Всего же по Самаре принято решение включить 115 общественных территорий в муниципальную программу на 2018-2022 годы.